Человеки, ваша помощь сейчас нужна на полиции Институтской, а за дороги нет. Есть только дорога вперед до перемоги. Это кадры из фильма «Герои не вмирают». На них одно из самых кровавых событий революции достоинства. Стрельба на улице Институтской в конце февраля 2014-го. Тогда снайперы расстреляли в Киеве больше 70 человек, выступивших против режима Януковича. Среди них три харьковчанина, герои «Небесной сотни» Владислав Зубенко, Евгений Котляр и Юрий Порошок. В фильме описаны последние три дня из их жизни. Мои малые кадры с Институтской, которые сняты нашим харьковянам, которые обошли весь мир, Игорем Гуденко. И все трое хлопцев прямо в кадре на клаптику одному на почти 10 минут гинуть. И этот оператор, он случайно стоял за билбордом и снимал. Кинолента «Герои не вмирают» – документальный фильм. Большая часть картины снята аматорами еще во время Майдана. О последних днях жизни харьковских активистов рассказывают их друзья и родственники. Крестная мама Владислава Зубенко вспоминает, собиралась и сама поехать с ним на Майдан в Киев, но ее задержали на работе. Домовились мы с Владом, что поддерживаем звоночками. И каждый год он должен был мне просто маякать. Но так как 20-го не было звоночки, я начала сама. И потом я уже поняла, что мне сообщили, что это не Влад, что он поранен. Презентация фильма состоялась в кинотеатре имени Довженко. На премьеру пришли почти две сотни человек. Создатели фильма – друзья и родственники героев киноленты и харьковские патриоты. Мы еще не очень понимали, если честно. Мы потом стали патриотами. Тогда еще не очень понимали. Я следила за этим. Я просыпалась с единственным желанием в интернет и смотреть, что происходит на Майдане. Я все это переживала очень близко. На премьеру фильма попали не все и не хватило мест в зрительном зале. Второй показ авторы запланировали на ближайшее время. Также киноленту покажут за границей и на международных кинофестивалях. Ирина Антонюк, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».